Привет, уважаемые коллеги, меня зовут Стас Быков, я технический специалист и автор канала, на котором 400 тысяч подписчиков. В этом обучающем видеоуроке мы с вами вместе пройдемся по всем шагам, которые необходимы для того, чтобы заполнить форму на сайте Госуслуг, для того, чтобы отправить данные в Роскомнадзор. Кто не в курсе, сейчас коротко тоже об этом поговорим и также обсудим, что теперь необходимо будет делать. Давайте разбираться. Сейчас на экране вы видите страницу Госуслуг и здесь форма для того, чтобы отправить заявку. Данная услуга поможет зарегистрировать канал или страницу в соцсети, внести изменения в запись о регистрации, такая тоже допускается, и аннулировать запись. Также, если сейчас у вас уже есть 10 тысяч подписчиков и более, то до 31 декабря 2024 года можно подать заявку на каждый аккаунт в отдельности, как здесь написано. Вообще, более детально, подробно, я в телеграм-канале сейчас делаю посты, поэтому подписывайтесь, будем вместе изучать, смотреть данную ситуацию и подстраиваться, чтобы понимать, как дальше нам вместе работать. Конечно, здесь очень много другой информации. Итак, мы работаем через Госуслуги. Кто вообще не в курсе, что происходит, то с 1 ноября 2024 года по 31 декабря 2024 года нужно подать заявление о том, что у вас есть аккаунты, на которых больше 10 тысяч подписчиков. С 1 января 2025 года, когда вы набираете только 10 тысяч подписчиков, в таком случае в течение 10 дней нужно будет также подать данное заявление. Если вы скажете, зачем мне это надо, то ответ сразу же здесь тоже я прописал. То есть, рекламодатели не смогут размещать рекламу в ваших аккаунтах с 1 января 2025 года. И также другие каналы не смогут репостить ваши сообщения. То есть, если вас это не пугает, ну и в целом, конечно же, здесь есть ответственность за то, что вы получаете, так скажем, рейтинг канала. Вот здесь у меня есть 7 шагов, как проходит регистрация. В конечном счете, например, мы делаем во ВКонтакте, если да, то мы получаем отметку А+, это значит, мы верифицированы, мы проверены и с нами можно работать. Да, если мы сейчас не пройдем, то рекламодатели, конечно же, от нас отвернутся. Здесь, конечно, сам каждый принимает решение, вы можете в комментариях отписаться, что вы вообще в целом об этом думаете. Но я в качестве теста для вас, для обучающего видео, конечно же, сейчас буду делать регистрацию, и мы посмотрим, как она пойдет. Делаю первый раз от лица индивидуального предпринимателя. Итак, открыл форму по странице, вы ссылку тоже можете или под этим видео, или у меня на блоге будет она размещена. Нажимаю здесь «Начать». Давайте вместе сейчас будем это делать. Итак, что хотите сделать, если каналов или страниц несколько, в одной или разной соцсетях подайте отдельное заявление по всем. Давайте я буду YouTube сейчас регистрировать, у меня, видите, здесь 400 тысяч подписчиков и 995 видео. Кстати, скоро юбилейное тысячное видео будет. Так, подать заявление на регистрацию канала или страницы, внести изменения и аннулировать. Мы делаем «Подать заявление». Дальше, что нужно для подачи заявлений. Название соцсети и канала или страницы есть. Ссылка на регистрируемый канал или страницу, телефон, почта, телефон администратора канала, к которому он привязан. То есть, нужно обязательно посмотреть, к какому телефону вы привязывали. Срок оказания услуги 10 рабочих дней. Он может быть продлен по решению ведомства. Я так понимаю, если будет очень много заявок. В личный кабинет придет уведомление о включении канала или страницы в перечень. Но здесь еще момент, я шаги перечислил. После того, как мы отправим заявление, в течение трех дней должны прислать идентификатор, который необходимо в описании добавить, для того, чтобы вы подтвердили, что это ваш аккаунт. И потом будет специальная ссылка, которую также нужно будет указать в описании, что вы добавлены в этот реестр. Ну, давайте начнем. Перейти к заявлению. Так, проверьте ваши данные. Что-то я здесь буду, конечно, замазывать, потому что это персональные данные. Я не имею права их показывать на широкую аудиторию. Так, здесь все верно. Дальше здесь тоже это мои данные. Следующее. Проверить телефон. Все верно. Дальше. Проверить электронную почту. Хотите указать дополнительные контактные данные, например, ваш второй номер телефона? Нажимаю «Нет». Дальше укажите сведения о канале или странице. Итак, социальная сеть. Я думаю, тут, в принципе, изменений никаких не будет. Вы или ИП, или как юрлицо, или как физлицо. В целом, давайте сейчас пройдемся, потому что форма по подаче именно указаний социальной сети, я думаю, одинаковая. Итак, социальная сеть. Смотрим список, который здесь есть. Мне сейчас нужно выбрать YouTube. Посмотрите, есть ли тут социальная сеть, где у вас больше 10 тысяч подписчиков. Название канала или страницы. Если страница личная, напишите «Фио» или «Никнейм», под которым она ведется. Итак, здесь копирую, как есть. Стас Быков. Ссылку на канал или на страницу. Тоже копирую. Вставляю. Укажите полную ссылку на канал или страницу. Например, скопируйте из браузера или приложения. Итак, есть. Нажимаю «Продолжить». К чему привязан канал или страница? К телефону, к почте, к телефону и почте. Здесь, конечно же, у нас у всех разные ситуации. Кто как привязывал к почте, к телефону. И в зависимости еще и от видеохостинга. Кто-то, может, 10 лет назад регистрировал. Кто-то раньше, кто-то позже. Сейчас сложно вспомнить. Но нужно зайти везде в настройки и посмотреть. Например, если мы говорим про YouTube, то здесь нужно перейти справа в Google Аккаунт. То есть, нужно понимать, как мы зарегистрировались здесь. На YouTube мы через Google. То есть, я вот здесь перехожу на Google. И дальше перехожу в личные данные. Я, конечно, заблюлю здесь, чтобы не было их видно. Но когда мы переходим в личные данные, здесь как раз есть телефон и есть электронная почта, на которой идет регистрация. Я просто копирую электронную почту. Сюда пишу к телефону и к почте. Почту вставляю. Меня, конечно, немного напрягает то, что я эту электронную почту раскрываю. Но надеюсь, что безопасность здесь будет на высшем уровне. И, как и обычно, все будет в безопасности. Итак, и дальше номер телефона, который здесь у меня тоже указан, на который создан аккаунт. Тоже я его ввел. Нажимаю продолжить. У канала или страницы есть администраторы, кроме вас. В принципе, у меня больше нет администраторов. Здесь я нажимаю нет. Теперь отправьте заявление. Все необходимое заполнено. То есть, в принципе, шагов-то не так много. Какая суть? Мы указываем с вами страницу, ссылку, название, ну и какой видеохостинг. И дальше контактные данные. Я так понимаю, будет привязка напрямую. То есть, вы сейчас несколько зарегистрируете аккаунт и в ВКонтакте, и в Дзене, и в ВК-видео. Если у вас там больше 10 тысяч. И везде будут привязки к вашему ФИО. У меня как ИП идет. То есть, я как индивидуальный предприниматель работаю. У меня это не личная страница. Но хотя я подумаю, может быть, в ВК личную страницу я как физлицо сделаю. Здесь много нюансов, немного не понимаю. Есть разница вообще. Если у вас есть какие-то данные, уже, может быть, опыт какой-то накопили, то в комментариях тоже напишите. Ну что, вот, в принципе, я заполнил те данные, которые есть на Ютубе. Давайте нажимаю отправить заявление. Так, заявление отправлено в Роскомнадзор. Срок оказания услуги 10 рабочих дней. Он может быть продлен. Ведомство проверит информацию и внесет канал или страницу в перечень. Уведомление об этом придет в личный кабинет или на электронную почту. Это номер заявления. Разметите его в закрепленном сообщении или описании канала и страницы в течение трех рабочих дней. И не удаляйте до принятия решения по заявлению. Если вы на канале или странице не будет указан номер, в регистрации откажут. Так, это номер заявления. То есть, я его вот так вот копирую. Получается, дальше перехожу в творческую студию. Здесь нам нужно с вами зайти в настройки. А вот здесь настройки канала. Дальше скролим вниз. И вот здесь есть описание. Я так понимаю, мне вот сюда нужно написать вот так вот. Номер такой-то. Нажимаю опубликовать. Это публичная информация станет. Я не знаю, это нормально. Если кто-то сейчас в техническую поддержку напишет по этому номеру или что. Ну, указывая этот номер. То есть, это безопасно. Нет. Но суть в том, что лучше бы они сделали идентификатор, который не связан с номером. То есть, идентификатор нам, в принципе, никакую основную информацию давать не будет. Ну, вот сейчас я зашел. То есть, вот о канале. И внизу появился номер. Я так понимаю, сейчас сотрудники Роскомнадзора. А просто по моему заявлению заходят на канал, заходит информация о канале, видят номер заявления. Все совпадает. И отправляют вот здесь вот мне ссылочку. Да, то есть, вместе с уведомлением Роскомнадзора предоставляет уникальную ссылку. Это шаг пятый. Сейчас посмотрите на лево экрана. Которая позволяет пользователям проверить статус страницы в реестре. Дальше. Роскомнадзор также уведомляет социальную сеть, в которой загрестирована страница о ее включении в реестр. Направляя информацию через личный кабинет или по электронной почте. Здесь маленько интересно. Ютуб не российская платформа. Вот эти вот галочки, смотрите, отметку А+, он скорее всего делать не будет. Но может быть нам придется в названии как-то руками это делать, да, то есть вставлять. Или в описании это сделать. В общем, будет вторая часть видео. Через 10 дней подписывайтесь обязательно на канал. Там я получу уже одобрение, да, и получу обратную ссылку. И вам уже расскажу, что получается. Ну, все, в целом мы заявление с вами отправили. Делитесь своим опытом, как у вас происходит регистрация и будете ли вообще отправлять заявление. С вами был Стас Быков. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока.